Та ситуация, которая сегодня имеет место в городе, я могу с уверенностью говорить о некой дезориентации горожан, которые на сегодняшний день столкнулись с проблемой, они по сути, даже являясь дисциплинированными плательщиками за потребленные услуги, не знают на сегодняшний день, как им быть, куда им платить, какова все-таки юридическая ситуация этого вопроса. В связи с этим мы наблюдаем сегодня очень обеспокоенный, как городской совет, падением платежей за жидко-коммунальные услуги со стороны населения, которая, в свою очередь, конечно же, отражается на работе наших коммунальных эксплуатационных предприятий. Вы знаете, что в условиях этой юридической неразберихи на некоторых предприятиях изданы приказы, которые формально уведомили людей о том, что через два месяца они могут быть уволены, в связи с тем, что предприятие признано проигравшим в конкурсе. Кроме того, общий уровень платежей, вернее, падение этого общего уровня непосредственно уже сегодня сказывается на работе этих предприятий. Мы можем говорить, я смотрю, у нас тут и присутствуют представители предприятий, они либо подтвердят, либо опровергнут мои слова. Мы можем говорить о том, что уже начинают возникать проблемы с выплатой заработной платы, возможно, задолженность сотрудникам этих предприятий. Это тоже, помимо того, что люди работают в этой сфере, это жители города Николаева, огромное количество, это члены их семей. Конечно, эта ситуация беспокоит их даже больше, чем рядовых жителей. И, кроме того, все это происходит в тот период, когда город должен готовиться к зиме. Масса задач стоит вообще перед сферой жилищно-коммунального хозяйства. Мы очень обеспокоены тем, чтобы не сложилось никаких-то нестандартных ситуаций в рамках перехода к отопительному сезону, в рамках перехода города к зиме.